Радио Болтком Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме И вот в продолжении нашего разговора о том, как обустроить город Как сделать его более привлекательным для покупателей, для пешеходов, для туристов, для жителей города Мы уже начали говорить о том, как... Город для людей Меняется Помнишь, был такой документальный фильм? И вот, собственно говоря, город для людей, член правления движения Пил Сайта Цилбэкем Михаил Симвулиди с нами на прямой связи Здравствуйте, добрый день, доброе утро Доброе утро Здравствуйте Плохо немножечко слышно, мы вас попросим, ну, может быть, поближе к микрофону, если есть такая возможность Да, давайте проверим сейчас качество звука связи Здравствуйте Да, очень хорошо О, вообще перфектно Перфектно Михаил В городе, мы обратили внимание, на афишных тумбах висят, собственно, афиши Авторство вашего движения Пил Стецилбэкем с призывом участвовать в новой социальной кампании «Велосипед. Твое колесо обозрения» в переводе на русский язык «Велуиртавспанрамасрац». Расскажите, пожалуйста, что это за компания, чье внимание вы привлекаете, почему важно в этой компании участвовать, на ваш взгляд? Ну, цель компании – мотивировать жителей города посмотреть, как выглядит город, передвигаясь на велосипеде Когда передвигаешься на велосипеде, можно больше увидеть по сравнению, чем если едешь на автомобиле, потому что можно ехать, например, через парки, променады, другие живописные места На маленькой скорости можно больше рассмотреть Я так понимаю, вы по ту сторону экрана вдвоем с котом, давайте кота в кадр тоже Нечего животное мучить, там ногой отпихивать наверняка Михаил, спешу с вами согласиться, да, когда идешь пешком или передвигаешься на двух колесах, то город по-другому воспринимается Рассмотрим примеры, расскажите, вот самое яркое впечатление, что вы такое необычное заметили в городе, казалось бы, который, знаешь, вдоль и поперек, просто изменив средства передвижения? Ну, мне так сложно сразу ответить Но много разных деталей можно заметить Я вот, например, стал обращать внимание на фасады домов Ну, в последнее время Я хожу просто, я хожу и смотрю на фасады домов и просто вот разену в рот, потому что часто бывает, что когда идешь, уткнувшись, просто смотришь под ноги Опять же, если едешь в автомобиле, крыша, там стойки, все это, обзор совершенно иной, и да, пешком или на велосипеде, это правда, прям действительно другими глазами смотришь И столикой фантазии действительно можно назвать, что это прямо твое вот это вот колесо обозрения Но ведь я, насколько понимаю, смысл вот этого призыва, этой кампании в том, что велосипед может быть не только средством передвижения по делам То есть это наверняка ведь возможность, ну, может быть, немножко расширить функции велосипеда, как возможность отдыха, может быть, коллективного отдыха Потому что мы часто видим, когда родители едут и на маленьком велосипедике едут их дети То есть они отправляются куда-то на отдых, на прогулку и добираются просто до этого места не на машине, а своим ходом Это и более полезно и более познавательно Ну да, конечно, сейчас у многих людей больше свободного времени, ну, в связи со всей COVID-ситуацией И, ну, поэтому можно в свободное время попробовать ездить на велосипеде Но стоит отметить, что на велосипеде можно не только передвигаться в целях отдыха, но и также по делам Потому что велосипед, ну, на велосипеде не нужно стоять в пробках, нет проблем припарковаться Это полезно для здоровья Ну, поэтому, ну, на велосипеде стоит передвигаться как для отдыха, так и в повседневной жизни А есть ли какая-нибудь статистика, сколько примерно велосипедов в Риге и какие есть перспективы увеличить это количество? То есть сколько людей готовы пересесть на велосипед, если, ну, их за это агитировать? Ну, насколько я знаю, что вообще велосипедов у Рижана очень много Я когда-то читал такую статистику, что у двух третий есть в семье велосипед хотя бы один Но, естественно, далеко не все на нём передвигаются в повседневной жизни Это, ну, несколько процентов, там, может, до 10% передвигаются в повседневной жизни, там, по делам, на работу, на учёбу и так далее Да, такой вопрос Есть социальные компании, которые призваны развивать передвижение по городу на велосипедах Ваше движение активно призывает к этому В то же самое время, вот я сейчас саду не на свой любимый велосипед, а на свой любимый конёк Скажите, пожалуйста, возможно ли какая-нибудь воспитательная работа те же самые социальные компании среди велосипедистов Чтобы они были, во-первых, вежливы Потому что, честное слово, я не говорю обо всех, ни в коем случае Но частый случай, когда люди просто обнаглевшие Они тебя обгоняют, подрезают Тебя, я имею в виду, себя как пешехода Особенно в тёмное время, уже в сумерках Не подавай ни малейших сигналов о своём приближении сзади, с моей спины Ну почему не оборудовать велосипеды, я не знаю, буквально в обязательном порядке Звоночками и фонариками Это стоит 3 копейки, а так вежливо и так удобно Потому что, честно, вот я сам, когда еду Либо на велосипеде, либо на этом вот электроскутере Я всегда позваниваю Пускай на меня оборачиваются как на дурне на какого-то Пускай мне там во след что-то ворчат Мне абсолютно всё равно Моя совесть чиста, я предупредил, что я приближаюсь, пожалуйста Давайте будем осторожны, и вы, и мы, и все Михаил, так вот, возвращаясь к моему вопросу-то Чтобы он не стал риторическим Какая-то воспитательная работа с велосипедистами Проводится, проводилась или планируется проводить? Ну что мы делали уже? Мы совместно с ЦСДД Раздавали велосипедные фонарики Тем, кто ездит без них Ну, возможно, надо и Ну, и с другими проблемами заняться Мы об этом подумаем Спасибо Мы обязательно через какое-то время В общем-то, ещё раз зададим этот вопрос А вот, мол, Михаил, помните, вы нам обещали провести Воспитательную беседу Так что, значит, сделано в этом направлении? Ох, я обязательно задам этот вопрос Другая, наверное, проблема Вот вы сказали, что, наверное, две трети Семьи Рижан У них есть какой-нибудь худо-бедно велосипед Но ведь получается, что в семье Для того, чтобы выбраться куда-то на отдых Если мы говорим не про только поездку С работы до дома, а обратно Необходимо два и больше велосипеда Ну, то есть, на каждого члена семьи То есть, для того, чтобы вместе всем уехать А вопрос, вот, где хранить велосипеды Я думаю, что чем многие сталкиваются с тем Что велосипед, например, на лестничной площадке Он может загораживать там проходы Вызывать недовольство людей Которые там, может быть Ну, если узкая лестничная площадка Кто-то там должен переносить Заносить какие-то габаритные вещи Вот не все квартиры могут вместить эти велосипеды Вот как эта проблема может быть решена? Ну, мы считаем, что хранить велосипеды в квартирах Это не очень удобно Ну, и учитывая то, что квартиры у многих Достаточно маленькие И также то, что люди живут на высоких этажах Без лифта Поэтому я считаю, что было бы правильнее Обустраивать велосипедные парковки на улице Это могут быть как обычные Ну, где просто можно пристегнуть велосипед И также это могут быть закрытые Где, ну, вход только там с ключом Или с кодовым замком И, ну, вход только тем, кто У кого там стоит велосипед Это было бы более безопасно А за чей счет это все должно производиться? И где, и как это? Вот при доме найти, да, место такое? Ну, за чей счет это вопрос открытый В принципе, если город хочет, чтобы больше людей Ездили на велосипеде, это может делать и город Но если город не делает То это могут делать и сами жильцы На прилегающей к дому территории Ну, тут, конечно, вопрос с имущественными правами И как собрать необходимый кворум среди жильцов Ну, я думаю, что это вопрос решаемый Кстати, о решаемых вопросах Вот, возвращаясь на несколько минут назад В нашу беседу Помните, мы спросили по вашей информации Сколько велосипедов вообще Извините за выражение Между ног тех же самых Рижанов Сказали, что неизвестно И я параллельно разговору Пытаюсь найти действительно это количество И не могу найти это количество Но есть другие исследования Что 4% жителей Латвии Передвигаются на работу на велосипедах А в Нидерландах это количество Составляет 85% Ой, нет, нет, нет На 85% меньше, чем в Голландии В Голландии 26, у нас 4 Вот, а меня интересует, конечно Количество велосипедов Но пока я не вижу ни статистки, ни продаж Ничего Но, Михаил, меня знаете, что волнует? Вот, напоминаю, мы беседуем Членом правления движения Пилстоцилок И Михаилом Симулиде Вы хорошо и правильно говорите о том Что двухколесный вид транспорта Это про здоровье, про экологию И так далее и тому подобное Но, рассуждая подобным образом Почему-то вы не готовы Оперировать цифрами статистики Мол, да, вот там 3 года назад Когда мы начали свою просветительную деятельность На велосипедах передвигалась Столько-то, продажи были такие-то А вот в результате мы пришли к таким-то результатам Как без этих результатов можно строить На чем вы основываетесь В своих планах Даже, ну, ваше движение довольно активно И тесно общается с Рижской думой Те самые велодорожки Присно помянутые на улице Чака Зимой проложенный эксперимент Сейчас который продлится до сентября Окей, я готов понять Нужно действительно замерить движение В разное время года Ну, начали с зимы Так получилось Все равно не этой зимой Так следующий эксперимент бы продолжился Но все равно Несколько минут назад Меньше чем получаса назад Мы беседовали с главой ассоциации торговцев Хенриком Данусевичем И он, например, высказался в том плане Что все эти мечты Пересадить Рижан на велосипеды Не более чем мечты И реализация этих планов Не более чем реализация просто фантазий И переоборудовать таким То есть логическая цепочка Больше велосипедистов на улице Чака Больше жизни Больше роста экономики Не работает с точки зрения элементарной логики Потому что экономическими законами Движут совершенно иные процессы Так объясните, пожалуйста Связь логическую Как она вам видится Между развитием велодорожек И экономической ситуацией В центре города Ну, скажем, развития бизнеса Открытие каких-то лавочек Магазинов и кафе Ну, что я хочу сказать Что мы проводим статистику Такую Что мы считаем Сколько велосипедистов Проезжают по мостам В рабочие дни С 8 до 9 утра Отлично И что это за цифры? Ну, например, по Вантовому мосту Я точные цифры назвать не могу Но В 2008 году Это было Меньше Меньше статистов Велосипедистов В час В то время как Сейчас Ну, не сейчас А до COVID Это В 2019 году Это уже было Около Пятиста Велосипедистов В час Так что Ну, можно сказать Что за 10 лет Пятикратное увеличение Да А есть где-то Эта статистика Ну, с ней можно познакомиться То есть, вы сейчас Не знаете Но где-то выложено У нас На домашней странице Где-то Было выложено Я так сразу Не могу сказать Скажите Вот мы все время Говорим про Ригу Но в принципе Есть ли какие-то Инфраструктуры Которые помогают Вот, например Поехать и в Юрмалу Отдохнуть Ведь эти велодорожки Проложены Вот Насколько активно Рижане пользуются Возможностью Выехать за пределы Риги И может быть Даже объездить Латвию Ну, вот На велосипедах Ну, надо сказать Что Я совсем недавно Ездил в Юрмалу И велодорога Очень загружена Ой-ой-ой Кстати, про велодорожку Рига-Юрмала А что там В Бабицкой волости По-прежнему Военно-грузинская дорога Или отремонтировали Потому что До городской черты До Риги Прямо отлично Прямо супер А Потом Очень Продолжительный Кусок дороги До Если не ошибаюсь Прямо Лелупе Прямо Беда-беда Что-то Исправилось В соседнем Муниципалитете Или нет По-прежнему Кочки Да В Бабицком Крае Сейчас Велодорога Заново Заасфальтирована Но К сожалению На территории Юрмала Еще Нет Там до сих пор Сохранился Старый асфальт Ну, хотя бы В Бабито Переложили Это прям Позитивная новость Огромное вам спасибо Вот Насчет Ремонта Велосипедов Насколько Мы знаем Что все-таки Наверное Статистика Не может Охватить Все количество Потому что Понятно Что какие-то Велосипеды Постепенно Ну Устаревают Приходят В негодность Вот Существует ли Какая-то Хорошая Ну вот Инфраструктура Которая Позволяет Ремонтировать Может быть Реновировать Велосипеды За небольшие Деньги Ну За разумные Какие-то Ну В Риге Очень много Велосервисов Это Во-первых Во-вторых Есть Отдельные Пункты Где Можно Ну Провести Небольшие Работы Это Есть Возле Галереи Центр И Есть Возле Дворца Культуры Вэфа Стенд С инструментами Ну да Также Можно Ремонтировать Во многих Велосипедных Сервисах И Ну Во многих Это Очень Небольшие Деньги Напоминаю Мы Беседуем С Михаилом Символиди Членом Правления Движения Пилостоцилокем Новый проект Новая Социальная Компания Пилостоцилокем Называется Велотав Спанер Амаслац Велосипед Твое Колесо Обозрения И кстати Михаил Пока вы беседовали С моим коллегой Олегом Я нашел на вашем сайте Действительно Пилостоцилокем Дот лв Рубрика Или там Статья называется Велосезона Есть статистика По пяти точкам Вантовый мост Вэф мост Улица Сколос Баррена И Каменный мост Изменение Количества Велосипедистов В час С 14 По 20 Год Ну и возьмем Например Здесь недалеко от нас Улица Сколос В 14 Году Было в среднем 50 В 20 Году 125 Так что Далеко не Пятикратный рост А вы Упоминали Вантовый мост Там С 50 До примерно 175 Ну Три с половиной Раза У нас есть звонок Успеем принять До перерыва Здравствуйте Доброе утро Говорите Вам Просто такое Наблюдение Со стороны Хотел бы Сказать Чтобы вы Пролоббировали Такие интересы Я думаю Что это бы Прошло бы Вот Наблюдение Со стороны Едешь Где-то По центру Очень много Взрослых Людей Пожилого Возраста Ну не пожилого Ну ладно Люди Взрослого Не молодежь Едут Отвратительно Неправильно Против шерсти Не по дорожке По тротуару Очень много Школьников Я вижу Едет в катке Правильно По дорожке Аккуратно Да Вот попробуйте Начать с того Что надо Велосипеды Лоббировать Как урок В школе Занятия Чтобы там Они сдали Ученики На права Научились ездить И сдали Правила Дорожного Движения Спасибо большое Спасибо за мнение Михаил Согласитесь Это совпадает Немного С моим вопросом По поводу Воспитания Велосипедистов И кстати Какие-то Образовательные Программы Для школ Вы о них Думали Не думали Или благодаря Нашему слушателю Задумаетесь Ну Мы тоже Считаем Что в школах Необходимо Преподавать На более Высоком уровне Правила Дорожного Движения И да Было бы Очень здорово Если в школах Могли бы Обучить Детям Безопасно Ездить На велосипеде Да Но это Мы как Общество Не можем Такую работу Провести Это Это должно Быть На уровне Министерства Образования Спасибо большое Сажали Время завершилось Так что В силу возможностей Пересаживаемся На самом деле На велосипеды Скоро обещают Хорошую погоду Но умоляю Давайте будем Все-таки На велодорожках Взаимовежливые Буквально До предела Взаимовежливые Буквально Буквально через пару минут У нас в студии Появится Саман Татина Буквально через